Добрый день, уважаемые друзья! Мы продолжаем нашу конференцию. Очень приятно, у нас было две недели перерыва, поэтому люди могли легко и свободно подготовиться. Напоминаю, сегодня 8 октября 2022 года. За каждой цифрой скрывается определенная информация, поэтому сегодня очень внимательно слушаем доклады. И так выступает Александр Белов, исследователь. Тема у него такая «Рога и копыта» как доказательство инволюции бывших людей. Спасибо большое. Так, дорогие друзья, рога и копыта дошли до жизни, такой как доказательство инволюции бывших людей. Процесс приспособительной инволюции организмов бывших людей хорошо прослеживается на примерах, причем многочисленных. По мере ослабления разума человеческого мышления на организмах бывших людей все в большей степени начинают влиять внешние природные факторы среды. Этому влиянию подвергаются не только внешние признаки организмов, хорошо заметные глаза, но и внутренние органы, связанные с изменением физиологии питания, новым обитанием и новым образом жизни. Желудок человека, лошади, например, или свиньи, или коровы. Вот можно посмотреть эти изменения. Хорошо видно, что безжелезистая часть желудка. В принципе, у свиньи и коровы хорошо видно, что растительноядное позвоночное увеличивается в размерах из-за перехода к так называемой коровы, ну ладно, к питанию грубой растительности. Ну, то есть, в принципе, все это очень хорошо, но может быть не очень понятно кое-кому. У хищных животных желудочно-кишечный тракт по сравнению с человеком становится намного короче. Зубы утратили способность пережевывания пищи, но приобрели острые края для удобства соскабливания мяса с костей. Главное, урвать кусок и проглотить до хищника. В желудке хищных более интенсивный процесс переваривания, чем у человека. Это позволяет быстро переваривать даже кости. Однако у хищников степень усвоения питательных веществ намного ниже, чем у человека. Рацион состоит из белков, ну, мяса жира, как мы понимаем. Появились способности переваривать не только свежее мясо, но и испорченное. Поэтому усилена антибактериальная защита организму. Это очень правильно. Таким образом, главная причина приспособительной инволюции в прошлом заключалась в снижении уровня человеческого мышления изолированных земных популяций, которые через какое-то время приводили к формированию новой экосистемы, состоящей из новых видов позвоночных, хищников и растительноядных, обладающими признаками самодостаточности. Ну и таким образом смена экосистем происходила. Новая экосистема формировалась из бывших людей, после своего окончательного формирования вытесняла старую экосистему. Единой родословной эволюционирующей животных на Земле не было, так как со времен Дарвина ошибочно утверждают эволюционисты. На примере отдельных изменений в организмах бывших людей можно рассмотреть, как формируются приспособления и адаптации, как они наследуются, как образуются новые виды позвоночных. Как известно, у человека во рту полный набор специализированных зубов. Это позволяет качественно обрабатывать любой техпички. Форма передних зубов, резцов предопределяет их функцию. Они смыкаются в одной плоскости и предназначены, например, для отпусывания пищи. Как мы с вами понимаем, клыки удерживают пищевой комок во рту. На это указывает их форма. Коренные маляры-прималяры, предкоренные зубы раздавливают, разжевывают пищу. При этом оказывается задействовать наживательная мускулатура. У четвероногих зверей на бывшие руки ложится совершенно иная функция, чем у прямоходящего человека. Они поддерживают улочи спереди, помогают передвигаться более быстро, чем это делают люди. И при этом челюсти и зубы начинают играть роль орудий-манипуляторов по добыванию пищи. Часто они используются так же, как оружие для нападения и обороны. В связи с этим практически всеобщим и повсеместным усилением зубного аппарата у многих позвоночных животных появляются органы пассивной защиты. Так, у бегемотов, слонов, носорогов и прочих животных кожа становится толстой и выполняет роль своеобразной брони. Часто на коже появляются роговевшие участки, выполняющие роль своеобразных доспехов, черепахи, ящеры, броненосцы и другие. А также в толще кожи защитные щитки, остеодермы и другие роговые образования, снабженные шипами и другими защитными приспособлениями. Крокодила, анкилозавры, аплакодермы и прочее разное. Ну вот тут вот две аплакодермы борются. Но это животина, она, кстати, 9 метров такая вот. Так что бронированная хорошо животина. Но эти анкилозавры, тут с тиранозавром борются. Ну понятно, что вот это вот все покрытое, весь, абсолютно весь. Но не зеленью, а рогами. Появление рогов, где бы они ни находились, также связано с приспособительной реакцией организма на драки самцов, на нападение хищников и так далее. Такой тип поведения является дополнительным доказательством утраты разума бывшими людьми. Вероятно, сначала образуются небольшие выступания уплотнения кожи в тех местах, которые подвергаются наибольшему механическому воздействию. А затем эти участки под воздействием гормонов при постоянном использовании начинают развиваться и приобретают характер защитных образований рогов, используемых для турниров и обороны. Ну и, конечно, для турнирных боев важно, чтобы рога хорошо сцеплялись друг с другом. Это позволяет обезопасить отчасти соперника. Ну и также, в общем-то, выяснить, кто из них сильнейший во время этих самцовых поединок. Рог носорога состоит из белка каротена, который содержит кожу, волосы, ногти человека. Ну, просто для примера. В завершении можно остановиться на рогах крупного рогатого скота. Они возникают в подкожной соединительной ткани, подкожей головы. Позже, ну, вот тут вот показано, роговой зачаток ткани, формирующий рог. Ну и потом он, так сказать, срастается с подлежащей лобной костью. Уже образуется единое такое целое. Чешуя рептилий также является защитными вырастами кожи, охраняющих их владельцев от нападений, выполняющие роль еще и терморегуляции, своеобразный такой термос, охраняющий тепло в ночное, допустим, холодное время. Аналогичным образом, мезозой у предков быстро бегающих оперенных динозавров и птиц с чешуей кожи формировался перьевой защитный покров тела, выполняющий важную роль при терморегуляции, а также обладающий влага и воздухоотталкивающими свойствами. Ну и также чешуя рыб, это тоже, кто не знает, это выраст, в общем-то, кожа. Он помогает усиливаться скольжение, маневренность. Вот эти чешуйки, как раз бывшие чешуйки кожи. Таким образом, мы видим, что организм бывшего человека обладает замечательными свойствами. Как только образ жизни в популяции людей начинает сдвигаться в сторону условного бескультурия, тот же уж начинает усиливаться, ну, траты речи, сознание человеческое и так далее, то начинает усиливаться и приспособление организмов к условиям дикого существования, к совершенно конкретной определенной среде обитания. Для бега на четверинках важен балансир хвост, продолжение спинного мозга и его конечной нить, являющейся рулем. Это жизненно необходимое приобретение, он помогает сохранять равновесие и маневренность, и от этого зависит успех или неудача при добывании пищи, при избугании опасности. Появление хвоста возможно у бывших людей, даже если они не перешли к четвероногому передвижению, в силу особенностей питания, обитания, как у предков динозавров, птиц и крокодилов. То есть все внезозойские деграданты были прямоходящие. Двуногих предков архозавров, использующих увеличивающуюся пасть для питания, корпус тела сильно наклоняется вперед, и для его уравновешивания потребовался мощный хвост. Ну а также вот у быстро бегающих четвероногих животных сокращается площадь опоры на землю. Стопы, кисти, они становятся пальцехходящими, фалангоходящими, что приводит к появлению натоптышей, мозолей, мякишей, вот, например, у волка, создающей упругую соснову для опоры тела и предохраняющей конечности от трав. Ну то есть там волокна, они чередуются, такая как бы подушка безопасности возникает, а также предохраняющих ноги и руки бывшие. А также копыт для бега по жесткому уплотненному грунту, вот появление копыт здесь показано на примере кабана. Кстати сказать, копыт образовались совершенно у разных групп, и образовывались не связанных родством и живших разное время у позвоночных. Все эти приспособления наследуются в череде поколений, многократно усиливаются, что приводит к появлению весьма замечательных отличительных признаков того или иного животного. Здесь мы видим, конечно, конечный результат постоянного изменения наследования благоприобретенных признаков. Такого вот перехода мы не видим. Этот результат аккумулированный в поколениях предков. Но, напротив, результат действия гипотетического естественного отбора не наблюдаем ни в чем. В качестве примера зарождающихся приспособлений и их генетического наследования у потомков можно отметить генетическую предрасположенность к появлению мозолей на стопах современных людей. Например, от уплотнения рогового слоя идет хуже, чьи предки в поколении ходили базиков, например. Ну вот натоптыши мозоли у человека, это у многих, у 40% наследуемая вещь. Как пример, благоприобретенные признаки наследуются, вопреки утверждению Дарвина и прочих эволюционистов. Другой пример. У африканских бородавочников короткая шея, поэтому они имеют обыкновение пастись, ползая на траве на запястьях. От этого в местах контакта с почвой появляются жесткие мозоли. Эти мозоли наследуются как полезный признак, вот так вот он пасется, как полезный признак, предохраняющий козу запястья от травмы. У новорожденных бородавочников уже имеется утолщение кожи на запястьях, то есть вот вполне себе наследуются такие признаки. Иными словами, полезные изменения наследуются, усиливаются и приводят к формированию устойчивого признака у разных групп позвоночных. Это происходит совершенно вопреки утверждению дарвинистов, что благоприобретенные в течение жизни признаки не наследуются. И даже Дарвин называл такую наследственность, вернее изменчивость ненаследственной, то есть вот которые, в принципе, на самом деле лучше переименовать в наследственную. Таким образом, появление рогов в копыт у позвоночных животных, а также чешии, панциря и прочего, связано с базовыми свойствами кожи людей, выполняющих роль внешнего рогового скафандра, но достаточно эластичного и прочного, разумного человека и приобретающего засчетную гиперфункцию при переходе бывших людей к природному образу жизни после потери социального разума. Ну и как же превращение человеческих ногтей в когти, также не является какой-либо проблемой для бывших людей, использующих когти для хищничества, ну, например, или цыпляния для закору деревьев, как вот, например, мы видим у белок. Это превращение человека в белку, но дело не в этом. Конечно, мы этого не видим, но мы видим конечный результат этого всего. В принципе, многообразие видов позвоночных животных появилось на нашей планете не в результате бурной деятельности Творца, на чем настаивают креационисты, и не в результате эволюции, на чем настаивают эволюционисты, а в результате естественной приспособляемости, уникальной адаптивности человеческого организма. Земля в разное геологическое время заселялась разумными людьми, потомками которых по прошествии некоторого времени, теряя социальный разум, превращались в хорошо адаптированных, приспособленных к определенной экологии позвоночных животных, осваивающих новые трофические ниши, и также формирование единой экосистемы из них, формировалось из этих животных уже. Эти экосистемы, состоящие из размножающихся позвоночных животных, сохранялись на протяжении огромных периодов времени, насчитывающих порой десятки миллионов лет. Облик, тип поведения, особенности питания животных в течение этих огромных периодов изменялись весьма слабо. И лишь новые вселенные космические люди, появившись на планете в очередной раз, по прошествии миллионов лет, инволюционируя психически и физически, приводили к появлению новых видов позвоночных и формированию из них новых экосистем. Организмы этих позвоночных животных весьма сильно отличались от организмов человека, но в общем и целом конструкции, особенности человеческой физиологии и эмбрионального развития сохранялись у них, пусть и в очень измененном виде. Эти новые экосистемы, сформированные из организмов бывших людей, хорошо адаптированных, приспособленных, которые образовывали новые виды, приводили к вытеснению гибели старых экосистем и старых видов позвоночных. Ну и порой эти события прошлого, кардинальным образом изменяющие состав фауны позвоночных, приводили к глобальным изменениям в составе животного мира нашей планеты. Эти глобальные изменения в составе животного мира ныне фиксируются палеонтологами в палеонтологической леписи Земли, как внезапные скоростные события из-за особенностей накопления осадочных пород и образования окаменелостей, хотя по факту могли быть растянуты на сотни тысяч и даже на миллионы лет. Таким образом, уникальное многообразие позвоночных животных, населявших когда-то Землю и населяющих ее сегодня, может быть успешно объяснено с позиции теории приспособительной эволюции бывших людей. Вот таким вот образом. Но при этом теория эволюции и теория сотворения Богом животных могут считаться ошибочными, однако это не исключает вовсе, что изначально сотворенный Богом человеческий организм был задуман лишь в своем первоначальном виде. А превращение людей в животных происходило без воли Творца. И вполне вероятно, что возможность превращения организма в бывших людей, потерявших разум, в организмы позвоночных животных в связи с особенностями питания и экологии была заложена Творцом в организмы людей изначально, как вариант их дальнейшего существования, но уже без человеческого мышления. Ну, как версия. Вот такая вот история. Так что, вот если есть вопросы, я завершу доклад, можно... Домир, что вы скажете на это? Например. Домир Каменев, он биолог, а закончил он ГУ, поэтому его мнение ценно. Ну, относительно. Единственное, что, вот глядя на бронтозавров, возникает вопрос, а как они знали, вот в каком месте выращивать эти органы? Анкелозавры. Ну, анкелозавры. Дело в том, что знали-то они, не знали, но организм, в принципе, подвлекаясь к агрессии, постоянной агрессии, он защищается. Вот кожа арагива, арагива, как сказать, арагивает или арагивает? Ну, в общем, она и есть кожа, наша роговая скафандра, в котором мы живем, и функция кожи, вот если там все время бить по руке, там мозоль возникает, переуплотнение кожи, да, и соединительная ткань образуется. Примерно так. То есть мы этого не видим, вот этого рога, как такового, но рог – это уже как бы защитная реакция, направленная на определенный, так сказать, объект, который извне воздействует на него. Обычно рога, вот и копыты, ну, просто рога, они появляются на голове у бодающихся животных. Ну, если брать млекопитающих, там, быки, там, белороги, или там какие-то, я не знаю, животные, которые бодаются, дерутся головами, они появляются. А в данном случае это просто защита, плюс еще там, ну, вот защита, снабженная рогами, потому что резко поворачиваясь, вот эта вот животина, она сбивала с ног тиранозавра, который на нее охотился, а ноги – самое уязвимое место у тиранозавра. Еще такая булава с огромными рогами, тоже снабженная этими рогами, то есть хвост, превращенный в булаву, он, конечно, наносил большие травмы, и палеонтологи находят в раскопаемой лепкиси как раз переломанных этих, ну, условно говоря, тиранозавров, там всяких и прочих разных, у которых ноги сломаны вот такими вот животными. Так что, в общем, полезный признак. Александр, вы в каком-то докладе говорили об открытиях на Мадагаскаре, там, где цивилизация крокодила под олдых, помните? Ну, это не цивилизация, там нашли динозавра, если я правильно помню, с надженными маленькими ручками, с рудиментарными пальчиками, вот, и у него и то, и другое ручки и пальчики не двигались. Нет, это про другое вы рассказывали, что там нашли, там, при археологических раскопках, там целые пласты остатков каких-то крокодила-собак, крокодила-кошек. Нет, 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 это общее, это в Африке нашли, даже в Рифтовой долине это нашли, а на Мадагаскаре, да, действительно, там найден был вот такой, условно говоря, крокодила-кабан, двуногий вполне себе, который, в принципе, снабжен еще был всякими там клыками, которые из пасти торчали, что нетипично для современных крокодилов. Но самое главное, у него были прямые ножки, довольно высокие, часам он 4 метра, ну и, в общем, такая животина, она охотилась тем, что из-за кустов нападала, хватала руками своими когтистами, добычу, и, в общем, кушала огромная пасть. Это я к чему? Это к тому, что, вот вы говорите, что волнами шло заселение на землю, то есть кто-то прилетает, а потом деградирует. Ну, условно прилетает, мы не знаем, как эти появляются. Откуда мы можем знать, что прилетали всегда в одинаковых телах? Допустим, прилетел кто-то, вот, теле там ящия, ну вот, возьмем мифологию, у китайцев полным-полно бобов, которых они представляют, в виде демонов, у индийцев, там, какие-то вот эти вот люди, всякие гонгарцы. Нет, я бы настаивал, что появляются разумы. Вот, судя по, весь объем информации, с которым я имею, как бы, ну, контакт, имею, как бы, возможность его наблюдать, анализировать, он заключается в том, что, в принципе, прилетают, ну, если они условно прилетают, конечно, разумные люди и похожие на нас с вами. А уже изменяются они под конкретную экологию, под определенный тип питания, под определенный образ жизни, климат, среда. Как изменяется, понятно, почему прилетают сюда одинаковые? Не должны идти одинаковые прилетать. То есть, на мой взгляд, сюда не могли какие-то прилететь люди-ящеры или там какие-то люди... Так а почему в мифологии их полно? В мифологии, в данном случае, она не обладает полнотой версии. В мифологии, это наш уже человеческий, как бы, современное человечество, оно, как бы, создало мифы-сказки. Может быть, они отчасти что-то определяют, но мифотворчество – это немножко другой аспект. Он не касается фактологии определенной. Палеонтология – это она, нашли косточку, да, вот палеонтологи или там древнюю ископаемую окаменевшую, они уже имеют факт. Ну, точно так же с мифом. Почти научный факт, что миф не строится на пустом месте. Все-таки этим занимается сравнительный миф... Ну да, миф – это практический факт. Практически. То есть, они имеют большую силу. Я все-таки верю в сравнительную анатомию больше, чем в сравнительную мифотворчество. Ну, это особый как бы аспект. Тут спорить-то бессмысленно. Есть люди, которые изучают сказки, допустим. Ну, они сравнивают сказки разных народов и находят какие-то параллели и делают выводы. Но это все-таки коллективно и бессознательно. Оно, может быть, адекватно отражает действительность, а может, фантастически отражает. А может, какое-то было некие такое общее событие, которое так переломилось в сознании народа, что оно привело к вот таким мифам. Кто его знает? Поэтому этим надо заниматься. Но главное, что всегда бывает какое-то событие, какое-то явление, которое прославляет соответствующие мифы. Возможно, возможно. Я не спорю. Я не берусь. Я не Копенгаген в этой области сравнительной мифотворчестве. Я просто... Вполне возможно. Но вот я как бы пытаюсь опираться все-таки на факты палеонтологические, антропологические, бриомолные и сравнительно анатомические, другие. Выстраивая свои гипотезы, так скажем. Ну, версии теории, как хотите. Ну что, если... Да. Вот такой вопрос. Да. В двух словах. Вот, допустим, можно... Теория эволюции, теория креационизма исключает друг друга? Они противоположны? Или они существуют какой-то... Кто-кто? Они эти две теории исключают? Теория эволюции, теория... Креационизма. Они, да, исключают. Или же они могут параллельно существовать? Ну, тут вот немного вкралось... Я почему эту вот картинку изобразил в конце. Я ее взял... Не моя картинка, просто... На самом деле, теория креационизма так не мыслят. Они мыслят, что Господь Бог создал человека, а животных Он тоже создал. А здесь показан как раз процесс инволюции. Поэтому теория креационизма это нельзя называть. Это надо назвать теорией инволюции. Вот как раз вот то, что здесь происходит... Инволюции. Ну, как бы изображено, да. Вот теория эволюции, теория инволюции, они друг с другом как бы антагонисты. А теория креационизма и теория эволюции, они не антагонисты. Вот как ни странно. Потому что они настаивают, что Бог создал мир, создал человека и создал животных Я с первыми двумя пунктами согласен, а с вторым нет Животные уже самопроизвольно как бы появились от человека Ну что ты хмуришься, ну задавай вопрос и поехали дальше Слушай, ты такой умница Ты просто это самое, нам нужно соединить Вот человек, который он создал, да, дополнительно к Библии И что? Он сначала был невидим, а потом стал таким А потом, видишь, у него падают возможности, для чего? Он родился как маленький ребенок, ты молодец У тебя совершенно уникальное место Ну и ты молодец тоже Ну что дальше? Вопрос-то какой? А что я похвалила? Ну молодец, это называется похвальба Так, это не вопрос У меня вопрос такой, вот когда вы говорите о теории креационизма Получается так, что вы базируетесь на, как бы, вот этот миф семитских религий То есть Библии, Ислама, Иудаизма То есть новых религий, да То есть сотворение человека Богом, в основном, как бы, это все-таки к Библии относится Ну авраамические религии, этот миф, он распространен А вопрос в чем? Вопрос в чем? А другие, вот, как бы, там, Махабхарата, там, еще какие-то А, понял, понял То есть там тоже самое присутствует? Нет, нет, нет Сотворение некой, как бы, всевышней силой человека Ну, там есть вот эти манвантары, так называемые, циклы, да Махабхарата, ну, то есть циклы, циклы появления людей и циклы появления человечества Мне очень близко То есть вот там семь ману, семь прародителей человечеств Древней эпохи, они, значит, прародили Ну, кроме седьмого, последнего, вот, о котором мы живем И мы потомки седьмого ману А были до нас семь других, которые, собственно, завершили и как-то ушли Правда, там не артикулируется, что потомки тех ману превращались в животных Но, по крайней мере, артикулируется, что это не наше человечество вообще были тут на Земле И таких человечеств не наших, условно говоря, на Земле было полным-полно Я думаю, не семь, а семь семь, семьсот семьдесят семь За Кембрии весь, за пятьсот сорок миллионов лет там И даже до Кембрии еще Просто палеонтология, она не полнотой, охвата не обладает Она только вот с кембрийского взрыва, когда эти окаменелости морские могут, ну, как бы, исследоваться Но мы не знаем, кто жил на суше в то время Поэтому эволюционисты априори допускают, что суша была безлидно пуста, никто на ней не жил И что заселялась из воды Но, на самом деле, осадочные породы Кембрии и до Кембрии, они были просто разрушены Деструктивными ступенями деструкции То, что вот Ефремов показал в своих эфономиях геологических лет То есть, и вместе с осадочными породами континентальными была разрушена И окаменелости сухопутных животных И, возможно, и человека Того очень далекого от нас времени Ну, такая вот история Ну, да, ну, давайте последняя Теория, я правильно понял, теория креционизма и эволюционизма включает в себя Творца А теория эволюции без Творца Вот тут хитрый вопрос На самом деле Это интересный вопрос На самом деле, ну, я много раз, ну, немного, но как-то говорил об этом Дарвин, он вообще-то вырос в англиканской семье Он является человеком, как бы, верующим Являлся Потом он учился на пастыре англиканской церкви в Кембридже Это надо два года на пастыре учился По настоянию отца, правда В принципе, в первом своем произведении Очерк 1844 года Ну, был там очерк 1842 года Он такой очерк более краткий Он пишет о том, что бестелесное существо Наделено провидением в далекие геологические периоды И оно, это существо, осуществляет Ну, условно говоря, отбор наиболее приспособленных А наименее приспособленным Оно скручивает голову Не позволяет им размножаться За счет этого производится селекция Это от себя добавляю Селекция, он мне такое слово не говорил Вот, но, тем не менее, он и говорит о том Что вот это верховное существо Когда я жму Чарльз Лиель указал его учитель Который написал «Основы геологии» И он восхищался этим учителем Он взял книжку, когда он путешествовал в корабле-кругосветке «Бигль» Значит, Лиель взял ему, так сказать, поставил в вину Что он вводит вот это бестелесное Ну, и не только он, и другие его коллеги Бестелесное существо в научный лексикон Что это за бестелесное существо, которое осуществляет отбор И наделено провидением То он изменил Он просто стал писать уже в происхождении видов Путем естественного отбора Природа с большой буквы Естественный отбор с большой буквы Умалчивая о бестелесном существе Но наделяя функцию природы И естественный отбор функциями божества По сути дела Поэтому, по сути дела, я лично считаю Что эволюционизм – это теологическая концепция Чистая теологическая концепция, но мимикрирующая под материальную Такую объяснительную Вернее так, прикрывающаяся материалистической фразеологией На самом деле, почему идет эволюция? Вот рыбы, они там плавают, извините Никто из них не эволюционирует Они не превращаются в человека А под более, значит, нужен внешний отборщик какой-то Который будет наиболее приспособленных рыб отбирать Менее приспособленных не отбирать И вся теория эволюции построена на тождестве селекции То бишь, которую Дарвин переименовал в искусственный отбор И тождестве того, что происходит в природе Но никакой селекции в природе мы не видим Там происходит совсем другой процесс На наследование благоприобретенных признаков То есть утолщение кожи Вот то, что я вам говорил, рога и копыта и прочее Это полезные приобретения самими животными Нет субъекта, нет того субъекта внешнего Бога, Творца, естественного отбора, природы Который бы отбирал наиболее приспособленных Поэтому, во-первых, из этого следует А, что это теологическая концепция эволюционизма А Б, то, что она не верна в принципе Потому что внешнего отборщика не существует Следствия естественного отбора в организмах животных Мы не видим нигде Мы должны на веру это принять Это догмат веры, что он существует Естественный отбор Эволюционная вера, понятно Поэтому вот я считаю, что эволюционизм Это теология, ну такая Законспирированная Теория инволюции Не объясняет, почему, допустим, стая рыбок В одну секунду может полностью Вся повернуться в одну сторону и куда-то поплыть Потом так же в одну секунду все То есть там несколько сот штук И вот они все одновременно разворачиваются Химически они не могут передавать сигналы Электрически тоже не могут А как? Ну, как говорится, много загадок друг Гораций Как говорится, то, что не снилось вашему мудрецу Нет, это тут важно Ну, стая рыб – это как единый организм Сверхорганизм, я так понимаю У муравьев тоже есть что-то проходит Ну там, правда, химические сигналы Что их связывают То есть тот же дух Остатки духа человека Что-то нематериальное Дух рыбы Материально мы не можем их связать друг с другом Не знаю, это надо особо разбираться Я, честно говоря, не готов принять Что дух селедки Значит, позволяет всем селедкам Соединяться в духе где-то И мгновенно реагируют на опасность Надо как-то объяснить, что вся стая одновременно Сколько бы их там ни было Я понимаю, о чем вы говорите Есть, видимо, коммуникативные, релизерные Релизерные какие-то Ну, какие-то Мы не рыбы, нам это трудно понять Но, видимо, эти релизеры есть какие-то Вот сигналы, внешние сигналы Потому что принять, что у селедки есть какой-то дух Там же нет инициатора, нет стартовой рыбки Которой раньше всех поворачивали Не знаю В общем, это спор такой немножко абстрактный Потому что... Ну, понятно, понятно Что он-то хитрый, он абстрактный Ну, давай, да, последний Да, что? Так ты меня тогда отключила А теперь я тебе говорю противоположное Но ты эволюционист Для того, чтобы говорить о тебе Вот этот вот твой рисунок уникальный, да? Который я сначала приняла, да? Вот все им ради него И ничто без него не начало быть Это Библия В Библии нет ничего лишнего Минуту Ни один волос в голову не упадет Твоей без ведома моего Поэтому обратный процесс Он также руководил тем, что мы называем Богом Только вопрос, что такое Бог? А почему обратный? Не может его, на что он? Ты признаешь эволюцию Почему обратный процесс? Нет, я все признаю Как обратный процесс Вот сначала был человек, стал по-животным А теперь животное стало человеком Все нормально нарисовано Но это, знаешь, и овцы сытые И волки и цели Ну, мне при этом знать надо Извини меня Типа мне многие говорят А чего вы, говорит, не хотите? И пусть будет эволюция Пусть будет инволюция Все хорошо А говорю, все хорошо Только это неправильно Уж надо выбирать, но осторожно Что-то одно Вот Потому что это две взаимоисключающие теории Теория эволюции Теория инволюции Взаимоисключающие Правильно А остаться Креационизм Креационизм и теория эволюции Вот тут можно Взаимное дополнение Правильно ты сказал Нужно остаться посередине Рассмотреть и то, и другое Остаться посередине Нет, ну, Оль Я еще раз Ты хоть и психолог, но я тебе говорю Еще раз Я не тоже психолог Я тебе говорю Вдумайся Эволюционизм и инволюционизм Это антагонисты А эволюционизм и креационизм Они взаимодополняют Потому что эволюционизм Он теологическая По сути концепция Это две теологические концепции Креационизм и эволюционизм Которые борются Ну, это же хорошо, что борются Ну, и пусть борются Они даже изображают борьбу Они даже не борются Что останься Вот не надо бороться А вот так останься Они будут и сто тысяч лет бороться А толку от этого нет Это такая показная борьба за паству За паству И за деньги, и за финансы Второй доклад будет? Так, ну, а что еще второй вопрос? Нет, я не знаю, Дамир он хочет Уже все, он выступает Дамир смеется, значит второго вопроса не будет Или будет? Да, все